Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать еще об одной старой головоломке от фирмы Диан Шенк. Теперь здесь есть логотипчик. Головоломке много лет и сейчас он изменился. Выглядит на современных кубиках вот так. Я не помню в каком году начался выпуск подобного изделия. Но ко мне этот кубик, если можно его так назвать, попал в 2017 году. Чем он интересен? Это шейп мод кубика 3х3, то есть тот же кубик Рубика. Обычный, но у элементов изменена форма, из-за чего здесь могут возникать интересные ситуации. Выполнено в виде шестиугольной призмы, называется Диан Шенк Шилд. Также можно встретить название хексагонал Шилд. Шилд это щит в переводе. Видимо такой шестиугольник чем-то похож на военное снаряжение. Но меня больше привлекает именно форма, так как многоугольных призм правильных не так много среди шарнирных головоломок. Не так давно я рассказывал про бритву или лезвие того же Диан Шенка. Вот это примерно того же года выпуска. Сравним с обычным 3х3, что здесь и как. У обычной трешки 6 цветов и 6 центров. Поскольку 6 граней. Здесь граней получается 8, 2 шестиугольных и 6 прямоугольников. Центры это вот такие трехцветные элементы. Они в принципе все похожи. Одна часть побольше и две поменьше с другими цветами. Есть версии этой головоломки из белого и черного пластика. Вот у меня из белого. Здесь не наклейки, а краска. То есть вот эти цвета они напечатаны на пластике. Стикеров здесь нет. Рёбер на кубике Рубика должно быть 12 двухцветных. Здесь ребра одноцветные и они двух типов. Вот такие трапеции. Три сереньких и три черненьких. И вот такие прямоугольники. Они тут разных цветов. Все на боковой гранях. 6 прямоугольников. 6 цветов. И три серых и три черных трапеции. Итого 12. Углов губика Рубика 8. Они трехцветные. Здесь есть уголки одноцветные. Вот такой вот серый, но с логотипом. И такой вот черный. Есть уголки трехцветные. Это вот эти крупные элементы. Два одноцветных. И получается шесть трехцветных. Если мы вспомним бритву, то там тоже были вот такие вот одноцветные уголки. Но их было шесть, а трехцветных наоборот два. Если мы имеем одноцветные углы, то есть шанс, что будет угловой псевдопаритет. Действительно, этот уголок симметричный и его можно ставить любой стороной. Так же, как и у этого. Значит, псевдопаритет нам обеспечен. Более того, здесь есть симметричные ребра. То есть все вот эти прямоугольники, они симметричные. Значит, мы чисто технически можем получить псевдопаритет, который на кубик Рубика выглядит вот так. Серебро развернуто неправильно. Тогда мы не сможем собрать крест на верхнем слое. Но в то же время здесь есть одинаковые ребра. Которые можно ставить в любом порядке. Из-за этого будет возникать более сложный псевдопаритет, где необходимо будет менять одинаковые ребра местами. Но для него я нашел простое решение. Впрочем, как и для этого. Давайте перемешаем. И соберем эту шестиугольную призму. Здесь нет никаких фиксаторов. Но вращается вполне четко. Естественно, при замешивании меняет форму. И может неподготовленного сборщика испугать. Что на версии из черного пластика, а что на версии из белого, есть черный цвет. Он напротив серого. Обычно бывает, что на черном пластике белый цвет есть, а на белом пластике черный. Но здесь и на черном, и на белом только черные вот эти вот цвета. Вот примерно так выглядит перемешанный щит или шилд, хексагонал. Начнем сборку с какого-нибудь бело-красного. Ну, вместо белого здесь черный. Значит, возьмем вот этот черно-красно-фиолетовый центр. Возле него уже удобно стоит фиолетовое ребро. Оно симметричное. Его можно любой стороной. Давайте сейчас вот развернем это ребро и продемонстрируем. Сейчас я его разворачиваю. И оно все равно стоит хорошо. К таким маленьким сторонам нужны прямоугольники. Вот по этим видно. То есть сюда нужен красный прямоугольник. Где он есть? Он здесь. Так. И вот так. Любой стороной, так как он симметричный. И вот сюда нужны черные трапеции. Их три штуки на головоломке. Поэтому в любом порядке их будем ставить. Лишь бы они по форме подходили. Так подводим. Не подходит. Ну, легко. Разворачиваем другой стороной. И тогда подойдет. Ищем еще. Опять. По форме не подходит. Значит просто разворачиваем. Нехитрыми движениями. Всего три хода. Вот получаем пока неправильный крест. Теперь нужно совместить вот эти ребра за боковыми центрами. Перевернем. Вот здесь черный с черным. И тут черный с черным. Так. То есть такое вращение нам не требуется. А здесь красный с красным. И фиолетовый. Вот фиолетовый. Но каждый центр нужно развернуть. Как на любом шейп моде. По-простому. Отводим вверх. Подворачиваем фиолетовой стороной. Возвращаем. Опускаем. Дальше здесь. То же самое. Вот так. Все совпадает. Возвращаем. Ну и здесь. Если не подошло с этой стороны. Дальше подойдет с другой. Да. Бывает удобно. Вместо вот этого. Какое-нибудь другое ребро подогнать. Так как третья еще где-то гуляет. Чем-то похоже на мастер морфикс. Так. Ну и вот. Правильный крест. Готов. Теперь собираем первый слой. Вот этот черный уголок должен стоять здесь. Доставать его пока не будем. Черно-фиолетовый угол. Вот такой есть. Ну и здесь стандартно. Можно сначала примерить. Вот так подойдет. Если подходит. То можно просто сделать свечхэмер в эту сторону. Ну либо пиф-пафами. Пока не соберется. Так. Уголок на месте. Дальше здесь должен быть фиолетово-красный. Это примерно вот такой. Видим, что так. И вот так. Не подходит. Это можно не опускать. Просто мысленно проследить. Если мы просчитали и ни с одной, ни с другой стороны не подходит. То это ситуация, где нужно делать три пиф-пафа. Либо аналогичный алгоритм. К примеру. Р, У2, Р штрих, У штрих и трехход от пиф-пафа. Так. Дальше здесь красно-черный. Ага. Он здесь. Давайте сначала поставим треугольный. Ну, Р, У, Р штрих ставится. Так как он симметричный, сразу станет правильно. И поднялся вот этот. Опять мы видим, что если опустим, тут не совпадет, тут не совпадет. Значит, трехпиф-пафная ситуация. Делаем Р, У2, Р штрих, У штрих. Р, У, Р штрих. И вот собранный первый слой. Собираем второй. Здесь надо помнить, что нельзя использовать ромашки-лесенки, которые разворачивают центры. Если вы собираете моим методом для начинающих, то проблем не будет. Берем вот это черное ребро. Сначала примеряем. С этой стороны криво. Значит, с другой. С этой стороны. Все хорошо подходит рядом с соседним центром. Значит, отсюда-сюда. Стандартным алгоритмом устанавливаем. Отводим. Объединяем пару. Отводим назад. Ну и загоняем. Так, одно ребро готово. Дальше. Сюда нужен зеленый прямоугольник. Не вижу его. Сюда нужен серый. Не прямоугольник, а трапеция. Вот такая есть. Вот отсюда она хорошо встанет. Зеркальным алгоритмом. Так, готово. Оранжевый прямоугольник сюда. Его можно ставить с любой стороны. Он симметричный. Оставим вот так. Ну и остается еще зеленый. Аналогично. Можно здесь применять и F2L, но это несколько сложнее. Так, что у нас получилось? Два слоя собраны. Нужно собрать теперь крест на верхнем слое. И мы видим, что три ребра стоят на своих местах. Да и четвертый стоит на своем, но развернуто. То есть мы получаем вот такой вот псевдо паритет. Да, где одно ребро нужно развернуть на своем месте. Да, мы можем взять любое из прямоугольных ребер второго слоя. Развернуть. Но вместо этого мы можем вспомнить, что вот эти ребра тоже симметричные. Их ориентацию можно легко менять. К примеру, если мы хотим развернуть вот это ребро, то вместе с ним можем развернуть и вот это. Это встанет правильно, а этому без разницы. Будем считать, что вот эта палка, а вот эти два неправильно ориентирных ребра. И сделаем алгоритм для палки. Front. F-Paf. F-штрих. Как-то тут переставились, но мы обычной рыбкой можем поставить все на место. Здесь можно применить левую. И видим, что все ребра правильно ориентированы. Но это простая ситуация, которая может возникнуть. Бывает кое-что похитрее. К примеру, вот такой случай. Мы видим, что два ребра стоят на своих местах, а два нет. А рядом с центром вот эти правильно ориентированы. Я всегда сначала располагаю ребра рядом с центром, если это возможно. И чтобы они по форме совпадали. Тогда много трудных ситуаций удается избежать. Здесь мы видим, что нужно переставить вот эти два ребра. Если мы попробуем проверить их ориентацию, то она должна быть правильной. Ну, это в любом случае правильно ориентированное ребро, если сравнить. Оно симметричное. А вот второе серое мы должны проверить вот по этому центру. Подводим. И видим, что оно тоже правильно ориентировано. Если у нас возникает ситуация, при правильно повернутом центре относительно двух ребер переставить два других ребра, то это псевдо-паритет, для решения которого нужно переставить два ребра. Но сделать это нужно так, чтобы все, что было собрано, не испортилось. А достаточно поменять местами, к примеру, два вот этих. И поначалу я делаю именно так. То есть я выдвигал вот это ребро, ставил на место этого, потом все возвращал обратно, и здесь проблема решалась. Ну и нашел способ попроще. Те, кто по опке, могут сказать, что у нас помимо черных одинаковых ребер есть еще и серые. Их тоже можно поменять местами. И да, действительно, можно одно из верхних поставить на место вот этого. И почему-то не каждый раз, но ситуация тоже могла разрешиться. К примеру, если поставить вот это ребро справа налево, то решалось. А если какое-то другое слева направо, то нет. Могу путать сейчас, но что-то такое было. Поэтому я искал еще что-то и случайно обнаружил, что если их развернуть на месте, получится, что они с измененной ориентацией будут уже принадлежать другим центрам. То есть вот это ребро вот этому центру, а вот это вот этому. И будет уже все хорошо. Как это сделать? Мы предполагаем, что вот эти два элемента правильно ориентированы. В данном случае будет палка. Если они бы стояли вот так, то была бы галка. Да, и просто делаем палку для такого случая. А развернутся два вот этих ребра. Сейчас до применения алгоритма нам требуется переставить два вот этих элемента. Да, хотя они ориентированы правильно. Делаем палку, разворачивая два вот этих. Front. Piff-Paff. Front'штрих. И что видим, могло не сразу получиться, могла потребоваться перестановка, но в результате у нас к центру все ребра уже подходят хорошо. Подвернем их к боковым центрам и видим, что все красиво. В итоге, два вида псевдопаритетов у нас решаются палкой и галкой. И здесь никогда не бывает точки, так как два ребра из четырех всегда правильно ориентированы. А если нам что-то не нравится, мы можем либо разворачивать их, либо нет. К примеру, у нас три правильно ориентированных, а одно нет. Можем посчитать, что одно тоже неправильно ориентированное и его развернуть. И в случае, если требуется перестановка двух ребер при правильно ориентированном центре, то мы разворачиваем два вот этих и эта необходимость пропадает. На мастер-морфик подобная ситуация является штатным, так как там полно одинаковых элементов. И это удивление не вызывает. Здесь же нужно было до этого догадаться. Что дальше? Дальше остается расставить уголки по своим местам. Один стоит на месте. Далее, любым трициклом, представляющим углы, мы ставим остальные, в данном случае R2 D2 R' U' R D2 R' U' R' Обратный к классическому из методов для начинающих и остается у нас именно разворот. Видим, что призма практически собрана, все углы стоят на своих местах. Маленький серенький хорошо, этот хорошо, а эти вот нужно развернуть две штучки. И здесь на обычном кубике мы бы сделали два либо четыре пиф-пафа, но здесь два, здесь четыре, либо наоборот и все бы собралось. Здесь же может быть не так. Но давайте попробуем. Это верхний слой, располагаем его сбоку и начинаем делать пиф-пафы для вот этого кривого уголка. Делаем два, и смотрим, что получится. Первый. Второй. После двух пиф-пафов он развернулся хорошо. На его место подворачиваем следующий неправильный. Вот он. И делаем еще два пиф-пафа. Первый. Второй. пиф-пафов. Видим, что в сумме было шесть пиф-пафов и должно было все уже собраться. Но нет, здесь не собралось. Значит, делаем еще два. Первый. Второй. пиф-пафа. пиф-пафа. Но я имел в виду ситуацию, когда количество пиф-пафов было не кратно шести. То есть, к примеру, здесь могло собраться после двух пиф-пафов. Сейчас я такую ситуацию смоделирую. Вот другая интересная ситуация, которая как раз имела в виду. Здесь неправильно развернут только один угол. Их может быть как два, так и три. Ну, четыре только не может, так как серый угол он симметричный. И здесь очевидно, что у нас возник псевдо-паритет и придется помимо этого уголка разворачивать еще и вот этот. Если бы у нас получилось, что таких уголков несколько, то мы бы вращали до тех пор, пока они все не развернутся. И в случае, если правая часть головоломки осталась бы перемешанной, мы бы подвернули серый и доделали бы на нем два либо четыре пиф-пафа. В данном случае мы просто берем вот этот уголок, разворачиваем, мы делаем два либо четыре пиф-пафа, сколько потребуется. Первый. Второй. Не развернулся. Третий. Четвертый. Видим, уголок развернулся. Правая часть перемешана. подворачиваем на его место серый и доделываем еще два пиф-пафа, пока головоломка не соберется. Первый. Второй. И все. Шестиугольная призма собрана. Интересная головоломка, несмотря на то, что старая, аналогов я пока не видел именно в такой форме. Вращается вполне удовлетворительно и есть псевдо-паритеты, которые интересно исследовать. Если у вас есть опыт в сборке интересных шейп-модов, то, конечно, этот щит не составит для вас труда. Но если вы умеете только кубик рубика три на три собирать, то здесь будет над чем голову поломать. рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.